В ноябре в России вступает в силу ряд законов, касающихся составления электронного извещения о ДТП, выдачи паспорта, транспортных средств. Также упростится порядок получения детских пособий. Об этих и других нововведениях в ближайший месяц расскажем далее. С 1 ноября водители во всех регионах России смогут оформлять ДТП с помощью приложения помощника САГО, без вызова сотрудников ГИБДД. Электронное извещение равноценно привычному бумажному. Оформить его можно, если в аварии участвовали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам и нет пострадавших. Оба водителя должны иметь поле САГО, участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Опция будет доступна не только для физических, но и для юридических лиц. С начала ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Всю информацию об автомобилях теперь будут хранить в электронном виде. При этом бумажные паспорта не теряют силы. Владельцы автомобилей смогут самостоятельно решить, менять ли им документ на электронный. Теперь для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об элементах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ. 7 ноября в силу вступит закон, продлевающий беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.